Ох, какая у нас оживлённая беседа. С женским коллективом остались в студии программы «Новое утро». И значит, сейчас мы поболтаем, пошепчемся с девчонками на тему косметики, энзимы, ферменты. Надежда Целинская, наш эксперт-косметолог. Доброе утро. Много-много времени вас не видели. И, наконец-то, счастливы. Я тоже очень счастлива. Доброе утро всем. Давайте начнём? Давайте. С чего? С ферментов? Давайте я вообще расскажу, что такое энзимы и ферменты. Вы знаете? Мы слышали. Слышали, да? Давайте поподробнее. Смотрите, это белки, которые присутствуют во всех клетках живых организмов. Их функция – это участие в метаболизме, регенерация, участие в обменных процессах. Но, к сожалению, с годами, с недосыпом, с возрастом в нашем организме вырабатывается достаточно маленькое количество вот этих энзимов, ферментов, белков, которые очень нужны коже, и вследствие чего коллагеново-эластиновые цепи в коже нашей разъединяются, рвутся, появляется нехватка кислорода. То есть броня эпидермальная стирается, и мы становимся жертвами преждевременного старения. Конечно, мы можем получать эти белки извне, то есть с пищей. Богаты такие продукты, как авокадо, орехи, семена, папайя, ананас. Но, к сожалению, мы в таком количестве не можем, ну, как бы, скушать столько продуктов. И не все белки усваиваются. Ананас в Сибири не всегда возможен. Да. И косметология, как я говорила, не стоит на месте, развивается. Придумали косметику, которая содержит натуральные ферменты. Вот особенно хороша, конечно, русская. Но я, кроме русской, кстати, не пробовала, что уж говорить. Но мне очень нравятся результаты. Просто потрясающие. Смотрите, вообще энзимные продукты, это чаще всего эксфолианты, то есть пилинги. Это альтернатива кислотам. Например, у кислот же есть ограничения, то есть кожа чувствительная, кожа там склонная к куперозу. То здесь вообще нет никаких ограничений. То есть если вы видите, что на продукте написано слово энзим или фермент, то смело берите. Никаких аллергий, чаще всего, ну, вообще ничего нет на них. Домой я всегда рекомендую энзимные пилинги, вот прям всегда. Для лучшего эффекта можно под пленку и просто... То есть нужно нанести и приклеить пленку. Да, это пилинг, да. Очень классно очищает глубоко, бережно, стимулирует выработку новых клеток, так скажем, защищает от вредного воздействия окружающей среды. Если после этого вы еще нанесете маски по типу кожи, по проблеме, то ваша кожа будет вам благодарна. Конечно, бывают разные, вот гелеобразные пилинги бывают вот такие. Добавляешь водичку до кашеобразного состояния, получается такой, как скрабик мелкий-мелкий, и вот так с вариантов. То есть это именно скрабы и пилинги, да? Это пилинги. То есть если мы слышим слово энзимные, то мы подразумеваем, что это будет какое-то... Чаще всего, да, очищение. Но в последнее время стали добавлять энзимы маски, кремы. Я, кстати, вот крем-то и не нашла, но он есть, но я просто не добралась. Маски корейские. Ну, корейцы вообще всегда тоже впереди планеты всей. Они тоже уже создают много очень косметики. А в чём ещё раз суть? Вот кому нужно этим пользоваться? Смотрите, суть энзимных пилингов. Вы знаете, есть косметика для жителей мегаполисов. Кремы, умывалки, вот всё вот это. В принципе, для нас всех вот подходит функция энзимов. Стимуляция, вот выработка новых клеток, защита нашей кожи от вредных воздействий окружающей среды. И что ещё? Запуск обменных процессов, так скажем, детокс процессов. Вывод токсинов из кожи, да? Да, вывод токсинов, извините. Опять же, ороговевший слой можно снимать. Да, снимает ороговевший слой. Ну, то есть, как бы, в принципе, универсальный продукт. То есть он как раз полотенце зачистит и в этот момент, когда убирает всё лишнее, стимулирует выработку нового. Да, новых процессов. Надя, вот всегда, по крайней мере, лет сколько-то назад много, да, пилинги не делали дома. Да, косметологи говорили, не надо, вы можете только себе навредить. Сейчас я вижу, что есть пилинги, эксфолианты для домашних процедур. Как бы это настолько безопасно. Да, это очень безопасно. И даже, допустим, летом, в очень солнечный период, мы тоже можем такими пилингами пользоваться. Раньше же под запретом это было. Такими, да. А, то есть даже леса можно. Зимний пилинг, он настолько лёгкий, но он настолько эффективный, что вы не сможете навредить своей коже. Просто-напросто дома. Вы не получите никакого ожога, никакого, ну, вообще, ничего, никакого сложения не будет. Кислотный, да, баста. А таким? До 10% в принципе домой тоже можем рекомендовать, когда проблемная кожа на зимний период. Но кислотные очень боятся брать домой. Поэтому энзимы берут все. Тем не менее, вот обязательно везде читайте способы применения, потому что даже здесь написано, что оставить на 10-15 минут, но при повышенной чувствительности кожи, а вы не можете не знать, что она у вас высокочувствительная, да, на 5-7 минут. То есть тут тоже очень важно, какой бы вы продукт ни покупали, в любом случае ознакомиться со способами применения. Да, конечно, инструкция необходима. Ну, некоторые же бывают как, купили, намазали, ждут, а потом посчитали. Написано 15 минут, ходит 40 минут, а чего? Еще лучше будет. Ну, на энзимы никогда вообще не было жалоб, никогда не было побочки, можно беременным. То есть если беременным нельзя кислоты вообще, то энзимы вообще спокойно, без проблем. Отлично. Летом, естественно, энзимы можно, кислоты нельзя. Ну, почему бы нет раз в неделю, тоже нужно начать. Ну, понятно, ясно, есть безопасная, очень эффективная косметика в домашних условиях. Вот так без работы вас и оставим. Да, нет. С такими дексиллянтами, энзимами. Я не переживаю. Спасибо огромное. Надежда Целинская, косметолог, сегодня в нашей студии побывала, рассказала, я думаю, доступно для вас об этой важной теме. Будьте красивыми. К Новому году, я думаю, все уже готовятся, да, уже перышки чистим. Вот вам хорошая палочка-выручалочка. Конечно, корпоратов-то не.